Вчера, по нашим данным, было 5 автобусов. Вчера специально разбита большая палатка МЧС. Там они проходят переэрегистрацию. Еще одна комната выделена в здании вокзала. Сегодня ожидается большее количество людей. И сформирован поезд на тысячу человек, пассажиров, которые сейчас находятся на перроне Славянского железнодорожного вокзала. Эти люди будут проходить переэрегистрацию здесь, в Славянске, как организованный пункт перевалочный. И дальше последует в Харькове, Киеве. Часть людей остановится, будет размещена в Славянаговске. Да, военные пытаются им создать коридор наши украинские, но тем не менее это очень сложно. Там, ну что я могу говорить, там бомбят. Ну что, и школы бомбят, все, и дома. А много людей осталось? Ну так, меньше, больше уехало. Там надо видеть, правда, что. И видеть надо, и слышать надо, и жить там надо. Это моя. Мы такое там пережили. Ну, представляете, окно, оно летает. Ой, сильно. Соседи так-то вообще, кто с первого этажа уехать не могут. Окна-то открытые, побитые все. Мародеры лазают, начинают. А мы на третьем этаже. А кто на первом, не могут уехать. Ну, вот это ж наш гурсовет собрал. И вот это нас. Многие люди, записывается много людей. Солнышко, а сколько тебе лет? Сколько лет? Да не стесняйся, чего ты. Восемь. Восемь? Ты с родителями с кем? С тетей. С тетей уже? А родители папа, мама. Мама осталась с братом там, в Авдеевке. А почему, не получилось? Умите право брать интервью у ребенка без разрешения родителей. Я свои права знаю. Как-то земля трясется, небо гудит. И трещит так, что... Родственники остались там? Нет, я один. Как вас зовут? Анатолий Антонович. Анатолий Антонович, ну вот можете тебе сказать, что первые ваши шаги на свободной украинской земле? Вот это, да? Да. Ой, слава богу, она живая. Но как нам жить, надо очень умно, иначе нас погубит. Мы с Авдеевки приехали. Вот высадились здесь на вокзале, ехали, ехали, нас оставляли, проверяли там, черт его знает, что делали. Приехали. А теперь здесь мест нету, сказали. Или в Киев поезжайте, там встретят, или в Харьков, там никто не встретит. Там мы 10 часов даже без воды и без еды. Как это нам делать? Как нам быть? Снова зачем мы возвращаться? Назад будем. И опять под бомбы. Бомбят, бомбят. Что есть духу? Там такие дуры ложатся, что вот буквально вчера Менделеева один разбомбили так, что мама не горюй. Пусть бы приехали, посмотрели, что делается. У нас поселок небольшой, нету того дома, который был бы не разбит. А куда же возвращаться? А я не знаю, куда нам возвращаться. Я не знаю, куда. Нам там плохо, и здесь мы не нужны. Вот это и вся организация. Мы собирались в Славяногорск, сказали, Славяногорск нас ждет. Нас там никто не ждет. Сказали, поедете в Киев. Вот мы едем в Киев. Все-таки садитесь в поезд и едете? Ну да, будем, сказали, в 9 часов или в полдевятый авто. Поезд. Ну дай бог. Бесплатно, сказали, нас ждут. Людмила Васильевна Буравлева. Из Авдеевки, да. Людмила Васильевна, за Авдеевку расскажите сами. Что могу сказать Авдеевке? Бомбят Авдеевку, страшное дело. Сколько процентов людей там осталось? Ой, там если 10 процентов осталось, то это хорошо. А вот они на что рассчитывают оставшись? Ну, рассчитывают, что не попадет бомба в них. Вот и все. Воды нет, света нет, отопления нет, связи нет. Все нет, ничего нет. А больница? Больницу разбомбили. Вот, неврологическое отделение. Никого нет совершенно. Я работаю в неврологическом отделении. Никого нет. А что с заводом? И завод бомбят. Раз отопления нет, значит завод остановился. Из двух только что прибывших автобусов половина людей сначала не хотели выходить на перрон, чтобы не садиться в поезд на Харькове, на Киев, а настаивали на том обещании, которое им дали в Авдеевке, разместить их в Светогорске. Но, по нашим данным, которое, в общем-то, МЧС и не скрывает, в Светогорске нет возможности принять людей. Ну, буквально вот час они звонили туда и договорились только о шести местах, о шести возможности разместить шесть человек. Фактически целый автобус таки отправится в Светогорск, но мы надеемся, в любом случае люди будут где-то размещены, найдут какой-то приют. Есть еще вариант сейчас на слуху, что, возможно, временно разместят в одном из учебных заведений в спортзале. По крайней мере, до утра, когда завтра ситуация немножко прояснится, и можно будет точно определить, куда и сколько людей везти. Тем не менее, поезд, направляющийся в сторону Харькова и Киева, понемножку формируется. Если будет набрана хотя бы половина выделенных мест, а это пятьсот человек, то поезд рассчитан на тысячу, то тогда он отправится. Если пятисот человек не наберется, нет смысла пустой поезд гнать по всей Украине. Сейчас можно наблюдать пустой перрон и незаполненные вагоны. Из 18 вагонов максимум заполнено два. И дело даже не в том, что из трех прибывших автобусов половина людей не захотела ехать далеко от своего дома, поскольку им обещали размещение в Светогорске, а в том, что людей просто сюда не доставили. Для кого формировался такой большой состав, даже непонятно. Это может служить примером нашей несогласованности, неорганизованности, показательным, ярким примером, почему у нас такой беспорядок в стране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok